На наши предприятия. Возможно, вы должны финансирование и не дополучать, но я вам хочу заметить, для того, чтобы открыть навигацию, требуется, собственно говоря, ряд комплексов таких предприятий, для того, чтобы хотя бы организовать колонки для подачи воды и электроэнергии на наш плечат. Это мы сделаем. Для того, чтобы осведительствовать кран, его нужно покрасить, привезти, заплатить и еще, еще, еще. Это тоже будет сделано, это тоже деньги, которые мы платим, для того, чтобы нанять крановщиков. Ну, в общем, это комплекс таких, скажем, такую слуху. Значит, насколько мне убеден, скажем так, специалист, который заключал договора, да, расчеты кранского отдела, за вами чистится долг 48 тысяч. Ну, да, да, в 1 ноября у вас не заключен договор, и, как он официально уже сказал, вы просто это игнорируете. Ну, это ваше право, собственно говоря. Поэтому не нужно, потом, в последствии, вы каких-то таких вот претензий предъявите, почему вот это не готово, а это не готово несовременно. Долго мы не будем о завтрашнем дне говорить. И говорить о том, какой богатый, небогатый господин. Это не наше. Мы ведем хозяйство здесь сегодня, на сегодняшний день, и окунаемся в те же реальности, в которые окунаетесь вы. Для того, чтобы, например, иметь возможность создавать плечатые стены, она не является нашей. Это не наши понтоны. Все об этом знают, по-моему, да. Я не буду называть фамилии, это не имеет никакого значения, но это не наши понтоны. Договор водопользования, да, это для вас тоже не секрет, он тоже не наш. Ну, на сегодняшний день он не заключен, собственно говоря, да. Ну, вот, как-то, собственно говоря, в целом-то, и все. А те требования, которые собственник, и те условия, которые предъявляет он для того, чтобы нормализовать вот эту обстановку, чтобы вы, как владельцы яхта, имели право как больше отдаваться, я их даже озвучиваю. Ладно? Потому что они, ну, как бы, не совсем, ну, что ли, предъявят в данной ситуации, в данное время. И еще один момент. А что они приедут? А какие у него условия-то? Ну, не знаю. Давайте мы все не будем, как бы, как и сейчас, вот, как бы, ведутся переговоры, и это, опять же, не по их, как бы, компетенции. А кем они ведутся? Я, это, учредитель и владелец, учредитель и владелец, учредитель и владелец причастности. Я отвечаю, смотришь, на один ваш вопрос, он подключал первый, стоил второй был от гневистов, и третья, к сожалению, фамилия не помню, повышение цени, повышение, понимаете. Вот я вам ответил, зачем выдал, но платите. Нет? Да нет, какие вопросы, я не понимаю. Я ответил, нет, или еще какие-то. Значит, там вопрос. У вас не оплачено с 1 ноября, ноябрь, декабрь, и вы виснет. Почему? Я думаю, что здесь не все должники, и кто-то резонно задает вопрос, как будет повышение цены, не будет повышение цены. То есть, 74, второй человек сидит, у него принципиально такая другая позиция. Что? Я не могу сказать, я не могу сказать. Пожалуйста, хорошо, вот у нас сейчас в рабочем месте находится Косин, мы посчитаем днюю ширину, прибавим эту ступеримику, и в ноябрь... Не разговаривайте, что лицо. Там у нас же другой тариф указывается, если у всех говорится. Это я должен... Это я пищу с ним разговариваю. Да. Значит, что касается раздоровка, я не знаю, все ли здесь знадеются подмонов присутствуют или нет, но как бы не только один у нас такой человек, который причалит вам. Значит, 6 мая, чтобы вам было понятно, в первый раз приходит инспектор КИНС для того, чтобы рассветительствовать базу. Так вот, на сегодняшнем этапе, на сегодняшний день, конкретно вот сейчас, для того, чтобы базу приняли, мы не имеем права, вот как вот с таким причалитным фронтом, мы не имеем права, чтобы создавать свои причалитные стены. Да? Поэтому останется причалитный фронт, не останется никаких условий. Как будет политобаза вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Значит, что касательно гуэристов. Никто из администрации не... я, ну, чтобы сказать, да, вам такого слова не говорил, что вас здесь не хотят видеть. Вот вы не можете сказать, как вы это сказали, как мужчина-мужчина, кто конкретно это сказал? Кто конкретно? Фамилия и отчества, меня зовут Семенов Илья Николаевич. Вот Александр Бухин, вот Владимир Павлович, ваш любимый. Кто конкретно? Не перевирайте, он спросил, хоть что-нибудь скажите? Я что-то говорю, мы не говорим о будущем, вот это не у нас. Давайте, 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 давайте. Здравствуйте, Семенович! Что вы сейчас обсуждаете сегодняшний день? А далеко и до центральной администрации? Вы понимаете, на какую вы выходите? Вы выходите на администрацию президента, губернатора, да? И что вы сейчас хотите? И комментарий от меня какой? Я не знаю, отменировали Полтавчин, какой план? Реализация девелоперского проекта будет через два, три или пять лет? Нет, это не свою задачу! Вы здесь! Наша задача, наша задача, если вы не заметили, ну, как бы, даже по сравнению с прошлым. Мы не так быстро, не так, как хотелось бы. Но есть следующее, как бы, улучшение. Мы купили свой, да, он был, конечно, какой-то у вас там трактор, непонятно. Значит, мы купили трактор, он есть. Мы имеем право, собственно, передвигать ваши яхты, да, стримы. Будет краб, он будет. Будет четыре вахтенных матроса, которые, согласно требованиям Киньки, будет бронгвахтер, да, она, к сожалению, не закуплена, наверное, из красного дерева, но, знаете, как используют все, что под рукой. Закуплено обеспечение, там, спасательные жилеты. У нас будет лодка для каких-то не в штатных ситуаций, ну, которые могут случиться, ну, слово говоря, на море в любое, как бы, время. Да, собственно говоря, вот из таких стран, мне сейчас приходит, как бы, да, нам. Нету никакой анархии, между прочим. Да, все четко регламентировано. Каждый въезд, каждая, как бы, да. То, что выгнали машины, да, извините, у нас неопытный крановщик. Это абсолютно честно, да, совсем не то. И для того, чтобы ни ваши машины, ни я, были не затронуты, мы бы постарались, как бы, ну, как-то более или менее расчистить территорию. А ведь, что касается повышения цены, я не буду говорить о снеге будущей зимы, ни о лете, ни об осенье, ну, нет. Но с 1 мая повышение этой цены не будет, оно не состоится. По крайней мере, вот это вот сейчас, да, там. Уведанные люди, не уведанные, СМС, законные, незаконные, это делается в 1 мае, это не было. На какой период действует та цена, которая сейчас обращена? Она действует сегодня, будет действовать завтра, и будет действовать 1 мая. Вот так вот. Можно, туристов? У нас много человек, я говорю своим ребятам с ассоциацией с 80. Приходите, оплачивайте. Приходят ребят, пойдут платить за год вперед. Они говорят, за месяц примем, а потом не примем. Вот как с этим? Сейчас здесь будет тариф. Значит, по этому тарифу можно сейчас оплатить. Как вы, Мик, за мобильный телефон, если вы сегодня оплатите на саду? Это тариф. Я понимаю. Я уже слышал разные сравнения про магазин, про хлеб, про масло, про чем угодно. Теперь про мобильный телефон. Я все это, я посмотрю, обреклась. Значит, что касательно, вот давайте так. Я не занимаюсь, как вам сказать, ни приемкой денег, ни распоряжение напрямую от руководца в данном случае не получаю. И последнюю новость. Я не готов обреклась. Вы мудрите, а вас перебьем. И есть договор, в котором указана фиксированная цена. За боя, например, там, смешная цена 200 рублей. В этом договоре указано на 1,5. Договор действует до 31 декабря. В соответствии с этим договором мы производим расчеты. Приходят люди, хотят платить до конца года. Им говорят, вот за этот месяц 200 рублей. От следующего месяца цена в договоре не действительно. Хотя договор до 31 декабря он не распорянут. Мы будем принимать там по 12 раз дороже. Вот как это сказать? Дима, сейчас сказали, что целый год меня сошел. Тогда вопрос. В прошлый раз, да? Требовали от нас какие-то комментарии. Уходите мне, уходите, выжимайте нас, не выжимайте. Я еще раз говорю. С 1 мая никакого индексации цены не происходит. Это вот, по-моему, на все. Меня Мангуром его сейчас озвучили. Как может происходить индексация цены? Если она указана в договоре до 31 декабря. Я и договор не изменяю. Мы на русском языке говорим. Я вам говорю, с 1 мая цены не меняют. На все эти условия не изменяются. Давайте мы не будем так настойчивыми постоянно. Илья, мы из вашего слова очень выжижаемся в частности. Илья, спасибо ему за радость. Зачем им платить деньги? На ваш вопрос про меня я ответил. Про вас я еще раз говорю. Ответственности мне. Я не совсем ответил на вопрос. Если договор, то должен исполняться. Понимаете? Если 3 декабря, то исполняется. Если вы в постороннем порядке получаете цену, это... Илья, вот самый вопрос. Илья, вот самый вопрос. Вы сейчас все красиво сказали. Я даже вам поверил хозяйственникам, которые делают конкретное дело. Докупили это, приобрели это, готовимся к этому. Доверие к вам возникает. Любой хозяйственник, наверное, понимает, что если он начал строить дом, он строит для того, чтобы построить дом. Ответьте нам на этот вопрос. Для чего это все делать? Здесь будет легко? Нет. Нет. Я... Вы же не делаете дело ради чего. Я не могу научить отвечать, не то, что там высшие руководители. Я не человек, который вообще понимает, как силы выезжают. На сегодняшний день для того, чтобы... А, пройти аттестацию гимнам, как вы. Да. Иметь возможность... Для чего это все делать? На законность. Для того, чтобы хотя бы началась навигация, знаете, и как чему... Для чего она вам нужна эта навигация? Вы... Я не знаю. Цели ваши какие? Вот скажите. Для чего вы тратите свои ресурсы, свои трудозатраты? Для чего? Сергей, Сергей, им поставлена задача. Строните охлажды всего на шаги. Или что-то улучшить. Ну, уж явно не улучшать, что вы знаете. Для чего? Для того, чтобы как бы ради мира на земле, знаете, чтобы вы там не уходили, чтобы на законном уровне основания спустились и не имели возможность швартоваться. По крайней мере, такая ситуация в любом случае. Я, кстати, заметила уважаемую инициативную группу о том, что там... Не раньше общественных служб еще не будет вынятых. Эти общественные службы это октябрь этого года, да, условно говоря. Это, опять же, конец навигации. Так почему бы нам ее нормально, дружно, не пережить, а не тыкать пальцем, что ли? Я это не хочу. Кто-то этого не хочет. А вот на будущее, пожалуйста, общайтесь с полковченка, с Путина. Он, кстати, завтра приезжает. Общайтесь с Миллером. Это ваше право. Но я еще раз говорю, у нас до сегодняшних должен быть хотя бы малой мастер какой-то порядок. А не такой же. Здравствуйте, я общаюсь в улице. Я говорю, тысяча-то, вторых, двести рублей это. Об этом, знаете, я, ну, что я там, что-то... По игре не готов оплачивать. Я говорю, это двести рублей весит. Вы сейчас потратили на пенсив больше сюда приехать, вы пообщаться с нами, чем, я не знаю, там... А шестисто рублей, что ли? Так вот давайте будем друг друг как-то... Вы их не принимаете. Вы их не принимаете. Вы их не принимаете, что у меня на закон. Я успел, пока вы цены не подняли, у меня приняли. Ребята, приехали там... А один человек, который... А один человек, знаете, что успел, которому вообще ничего не хватило? Это было при мне, и я санкционировал вывоз этого вывоза. И мне не всегда об этом скандали, да, там, с уголкаут или еще кого-то. Он просто, знаете, как сделал? Очень хитро. Он в прошлом году оплатил прежней администрацией, привез выцвивший чек. Я не буду фамилию называть именем, я не помню даже. И после того, он не появился будет ни в ноябре, ни в декабре, ни в... никогда. И я как бы не знал о том, что... Но как только средства в Москве, там, информации, которые, там, на YouTube, еще классно уклоняются, делают, что хотели, то явилось о том, что это будет не 200 рублей, а 2400, он приехал. Согнал машину, заплатил 100 рублей. Вынес свой дуэт из Пурины, погрузил его и решил уезжать. Вот это просто как выглядит. Я говорю, здравствуйте, а можно с вами вообще переговорить? Он говорит, у меня вот тогда там влачная. Я говорю, хорошо. Почему вы хотя бы не появились и не перезаключили с вами договор? По 200 рублей. По 200. А у него вот тогда... Я говорю, то есть, вы когда было 200, вы не хотели, 2400 услышали, и так тихонечко и вы... Вот это... Скажите, пожалуйста, порядочное отношение со стороной? Значит, по поводу яхты и... Магазин придете, будете что-нибудь... Потом магазиновладелец придет и скажет, а оплатит именение. Давайте... Давайте... Пошел в себе... Подожди, я еще хотел сказать... ...выйти... Вот это я еще не сказал... ...вопросы на весь негатив, который мы из зала проецируем. Давайте еще раз все-таки для себя все определимся, что Гранд-Сервис это операционная компания. Мы уже проговорили, это неоднократно, что они не свободны в принятии каких-либо статистических решений. Ну, мне кажется, это нужно уже просто понять. Все. Поэтому, когда мы апеллируем к ним, мы адресуем вопросы по тому, что здесь планируют сделать Гастрону, это не по адресу. Все. Почему? Да, и какие глобаны. Мы можем сейчас от имени нашего собрания как бы... ...сожаление, чтобы у нас не посетил все-таки генеральный директор этой организации. А за полгода, то, что я к нему обращался, я ему говорю, вы пообщайтесь, давайте мы в любой момент собрание. Встретитесь с народом в ноябре месяце, в декабре. И увидите, что за народ и какие чайные надежды. Ну, к сожалению, Владимир Александрович говорит, что я не публичный человек, и на собрании... А мы экзеквали его. Или, минимум, какие-то другие. Я не оправдываю, я просто говорю, какая ситуация. И то, что им я не сказал, я уже не то, что поддержку его, а как бы обращаюсь к вам в союм. Для того, чтобы к нам поменьше было претензии, это уже, можно сказать, даже не в контексте этого собрания. Просто нам надо смотреть, как мы сами себя здесь ведем, я помню. Давайте наведем порядок, там, где мы базируемся в Троеке на втором этаже, если к вам с людуков надо выбрать. Потому что завтра были пожарники, все претензии будут к ним, и мы надеемся на них наезжать, чтобы почему-то закрыли, почему-то проявляли. Здесь мы тоже должны себе свою инициативу проявить, и... Зависит от вас, можно сделать. Ну да, претензуристы молодцы, они четвертый матч. Уже лучше выглядели. Поэтому это самое надо сделать. И местам базирования можно привести в порядок. Потому что основная претензия по Якуму была внешний вид. И указая, хотел сказать, господин Владимира Владимировича Путина, в принципе, ну, это навести порядок. Не потому что тут мы не нужны, а просто потому что в таком состоянии, что с того берега это просто никакие рамки не есть. Поэтому... А вот кто как исполняет это указание, причем это... Некоторые нам не надо узнавать, это из первых курсов было услышано, что надо просто навести порядок. В соответствии вот с окружающей обстановкой, с конструкцией, с переборацией. Ну, а уж как это реализовываться будет, это уже ничего не было. Все, давайте тогда... Если нет никаких других соображений, наверное, у меня заперва наше соображение. Значит, договорились так, что все желающие подписать текст, который сейчас предложим, подписывают. Подписание будет еще определенное время по Якуму. В других Якуму мы предложим представителей СПУКС у вас здесь сидят, может быть, они поддерживают нас каким-то образом. Вот. Чтобы оно было более весомое. Кстати, мы не говорили, а жалко. Я просил Алексеева приехать, но он, к сожалению, не смог. Заболел. В принципе, ситуация... Почему мы так воспринимаем остро нашу ситуацию здесь стрельно, потому что по городу ситуация очень плохая. Вы видели, может быть, в моих комментариях. Я так анализ сделал. Закрылся. ЛКИ выгнали. На его месте «Газпром» строит Яваро-центр, приводку. Лахту расселяют в свой початок рядышком. ВМФ выдавили на Керосимовку, и частично они разбежались, потому что там сейчас стоянка экспоцентра «Газпромовской» структуры. Строилили четвертый яхт-клуб, который «Газпром» сейчас реализует проект. То есть «Газпром» реализует проект, о которых речь не идет о нас, о реакцинах простых. Чего это делать с ним? ВМФ, кстати, просили коллективно новые земли для себя, чтобы там продолжать свой спорт. Любимый. Все просто. Я десять лет назад сказал, вытащи меня. Как красиво предстоят они нам, практически. То есть у нас одна горность, очень сложная. Почему это должно быть первым и последним собранием? Давайте подводим волшебные итоги. Но это правильно. Мы эти письма, значит, обращение к губернатору мы напрямую передадим в администрацию губернатора. Есть еще один инструмент. Каждая яхта, каждый человек может от себя написать обращение такого же рода, написать все свои пожелания и отнести напрямую туда, в администрацию губернатора. У меня не обязательно коллективно. У нас есть опыт. Когда у нас был конфликт со стройщиком по другому предприятию, 200 членов коллектива написали каждый свое письмо. Каждый отнес его в администрацию губернатора, и каждый получил на него ответ. Поймите правильно. Когда придет помимо нашего еще 30-40 этих обращений от частного лица, от экипажа, то это тоже может ситуацию поднимать в лучшую сторону. и поэтому мы уже закрываем собрание.